Ребятушки, всем привет! Сегодня этим ранним эстонским и летним утром я нахожусь в городе Раквере и предлагаю нам всем вместе немножко погулять по этим окрестностям, посмотреть, как изменился этот город за последние лет 10 и получить удовольствие от этой прогулки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я начну со старого города, с улицы Пик или Длинна в переводе с эстонского. Эта улица, прямо-таки я сказал бы улица контрастов, потому что левая сторона, вы смотрите, какие сделанные фасады у домиков, все починено, покрашено, вставлены окошечки и выглядит красиво, но зато напротив нее левая сторона, даже сама бирка непонятного красного цвета, никакого стиля, стоит какой-то облезлый, с разбитыми окнами и не сделанным ни фасадом и ничем другим дом. И такого очень много в городе Раквере, где соседствуют между собой какие-то полузаброшки, просто адские такие советские подвальные места, современными, отреставрированными и детально замороченно сделанными недвижимостями. Но сама улица или то, за что несет ответственность город, все-таки, как и везде у нас в Эстонии, сделана на достойном уровне. Ну, здесь когда-то была то, что называют эстонцы муна-акивитея, яйцекаменная дорога или же дорога из булыжника. Она здесь, по-моему, была вот так посередине сделанная. Сейчас ее вынесли только в проезжую часть, сделали отдельно тротуар с этой стороны, вымощенной гладкой плиткой, и также тротуар по той стороне тоже вымощенной аккуратненько гладкой плиткой. Также повсюду поставили приблизительно 100-500 вот таких вот тумб, как мы видим на экране сейчас, у которых есть железные, надежные такие подпорки, чтобы можно было сесть и, видимо, опереться стеной. И покрыта она такой, ну, я бы не сказал, что очень приятная на ощупь, потому что она такая мохнатая, каменная, как наждачка покрытием. Сидеть на такой фигне, я не скажу, чтобы было бы очень тепло и приятно, очень жестко, холодно, и можно поцарапать европейскую нежную задницу. И, ко всему прочему, тумбы покрыты вот такой вот желтой плесенью, из-за того, что здесь стекала вода, и это все так и осталось. И посмотрите, вот следующая тумба точно такая же, выглядит очень неэстетично. Какие-то зеленые сопли, здесь вообще трещина в ней нарисовалась. Это странно, потому что обычно у нас такие вещи ухоженные, за ними следят, их моют, чистят и стараются город содержать на лежащем состоянии. Здесь все это выглядит, я бы сказал, довольно-таки печально. Я не являюсь большим любителем ныть и хейтить что-то на пустом месте. Здесь я просто говорю о фактах, которые я вижу собственными глазами. И это удивительно для меня, это нетипично для Эстонии. Кстати, разметка на дороге сделана тоже в стилизованном таком стиле, да. Не нарисовано ничего здесь, никакой краской, а именно, смотрите, вымощена другого цвета кирпичиками. Вот эта вот разметка под парковку для автомобилей. И два часа парковки в старом городе Раквере ничего не стоит. С часами это бесплатно. Пройдя несколько шагов, я наткнулся еще на такой дизайн скамейки. И, ну, вписывается она как бы в интерьер, да, в плитку и во все вот это окружение. Но с другой стороны, почему она не могла бы быть деревянной? У нас очень много где в Эстонии ставят именно деревянные скамейки, на которые приятно сидеть. Здесь тоже это бетон и вот та самая наждачная бумага, садясь на которую, чувствуешь холод, мрак, отверженность и одиночество. Как будто бы залез в какую-то бетонную ванну. Ну и последний раз еще покажу контрасты. Посмотрите, заброшенный, полузаброшенный, полуразвалившийся дом. Прямо на улице Пик. Здесь современная сделанная отреставрированная площадка. И с этой стороны, с красивым фасадом, готовый для использования и приятный для глаз дом. На самом деле, немножко печально осознавать вот такую реальность. Хотелось бы, чтобы все вот это, что находится в таком неприглядном состоянии, у меня за спиной, оно было бы тоже такое все, немножко кукольное, сделанное, отремонтированное. Так как умеют ремонтировать эстонцы, что они оставляют это ощущение старины. Даже там, где в современном уже ключе реставрируются какие-то старые сооружения. Очень хотелось бы видеть не такие вот странные унылые развалины посреди старого города, а в хорошем состоянии находящиеся отреставрированные старинные постройки. А вот здесь вы посмотрите фотография старинная, 1865 года выпуска. Это то же самое место, где я стою. Вот улица Пик, и мы видим церковь. Вот она, эта церковь. Так выглядел город Раквера, ну, более, скажем так, наверное, 200 лет назад. Отсюда направо, и вот там, на горе, находится, ну, довольно-таки знаменитая Ракверская крепость. Ракверская крепость. Ракверская крепость. В которую я не полезу, потому что про нее надо делать просто отдельное видео и рассказывать на месте. Там особо такого прямо интересного, вписывающегося вот в контекст этого видоса ничего нету. Старинная крепость, ну, в которую можно за 11 евро зайти и посмотреть на месте, что там происходит. Но на подступах к этой крепости я столкнулся вот с таким интереснейшим решением дизайнерства эстонского. Посмотрите, идет желоб для слива воды, который превращается вот в такие, вначале, маленькие ступенечки, которые превращаются, в свою очередь, в ступенечки побольше. И все это формирует из себя лестницу, вознесившись по которой на самый верх, мы попадем вот сюда. И перед нами откроется вид на церковь. Давайте туда поднимемся, но по дороге посмотрим, что это за лестница. Чем дальше я по ней иду, тем неудобнее становится это делать, потому что размах ступеньки, он вырастает. И они уже по полтора метра приходится делать шаг вперед, чтобы переступить дальше. Двигаться приходится вот такими вот семимильными шагами, потому что ступеньки очень сильно растянуты в пространстве, и по ней неудобно подниматься, прямо-таки даже неохота. Но здесь вдруг вся эта лестница превращается в сидение. И посмотрите, здесь они приятные, отделанные деревом. Да, видно, чтобы они улазили ногами, но это и есть часть такого лестничного ансамбля. Но как много дает именно деревяшка, вклеенная в бетон. Ну, по сравнению вот с теми вот креслами, на которых я уже пытался сидеть внизу. Как бы то ни было, дерево гораздо более дружелюбно для попы человека, чем бетонная крошка. Забравшись на самый верх лестницы, которая ведет нас к крепости, в принципе, мы попадаем на такую, я бы сказал, уже даже трибуну, на которую тоже можно сесть. И перед нами открывается вот такой вот шикарный, необыкновенный и красивый вид на старый город, на спуск, по которому мы пришли. Ну, и, соответственно, на новый город тоже, который находится вот там, немного дальше. А вот так выглядит Раковинский замок, который окружен какой-то нечеловеческой глубины рвами по всем сторонам. И, ну, является собой такой образчик средневекового архитектурного творчества народного, которое максимально военизировано, чтобы пулять из луков по людям, которые вдруг захотят в этот замок забраться, ну, и, соответственно, охранять эту высоту. Вот так жили древние люди в Эстонии, в городе Раквере. Пройдя буквально вот по этой узкой улочке, несколько метров от старого города в сторону нового города, мы, в принципе, в этот новый город и попадаем. Вот рядом со мной, гранича, прямо впритык со старым городом, находится Ракверевский спа-отель с бассейном и номерами, где за 100-500 тысяч евро приблизительно ты можешь снять себе номерок, арендовать недешево, скажу честно. По-моему, 120 евро стоит комната. И, соответственно, иметь возможность пожить в Раквере и поплескаться в местной спа. Я в ней был, ну, скажу так, мне не очень понравилось. У нас есть в Эстонии места и получше, например, в Пярну. Но здание есть в наличии, и от него никуда не денешься. Кстати, это один из немногих примеров новостроя, которые есть в Раквере. Здесь не очень много новостроя. Я бы так сказал, что очень мало. Мы сейчас это увидим, когда пойдем в новую часть города. И в основном, опять же, весь новостроен связан с бизнесом. Поэтому строятся те, кто на этом что-то могут зарабатывать. Рядышком с Раквере спа-отелем находится, ну, такой небольшой, я бы сказал, даже очень миниатюрный парк. Но при этом видно, что здесь заморачивались на дизайн и вообще на постройку всего этого. Смотрите, посредине озера искусственного есть остров, на котором торчат, соответственно, какие-то непонятные деревья. Здесь, в данный момент, я не знаю, где они находятся, но можно встретить плавающих уток, которые, например, здесь отдыхают. А также вот такую вот модную и красивую крысу с помощью сварочных работ, по всей видимости, и каких-то обрезков металла, непонятные вот здесь уголки, которые, ну, точно откуда-то из мусорки были взяты. И вообще вся вот эта нарезка, видите, кое-как сварена, такой не очень хорошо продуманный и проработанный сварочный шов. Но я думаю, что в этом и был прикол. И вот здесь на табличке гласит, что это животное года 2021-го, крыса. И в Эстонии есть два вида крыс. Это путешествующая крыса и, соответственно, домашняя. Какая из этих двух видов крыс изображена на данном произведении искусства, остается загадкой. Но убедиться, во всяком случае, в том, что крысы есть в наличии в Эстонии, мы можем несомненно. Через водоем сделан вот такой перешейк и очень няшный, смотрите, какой игрушечный, прям-таки мостик построен. На него можно так зайти. Здесь сделан такой замок водяной, видимо, чтобы льдом, когда здесь будет большое движение льда, не снесло этот мост. Ну и, соответственно, посмотреть на окружающую действительность, например, на старый город или же на птичек, которые здесь обычно все-таки плавают. Видимо, еще рано и они еще спят. Мне лично понравилось гулять в этом парке. Тоже есть ощущение спокойствия, маленький город, такая расслабленность. Смотрите, церковь за спиной. Все, можешь гулять, просто воспевать песни и получать огромное удовольствие. Ну и буквально в нескольких метрах от спа-отеля, вот там находится центральная площадь города Раквера. В принципе, мы уже в центре, не прошло и пяти минут. И пока я иду до площади, хотел обратить внимание на эту замечательную дорожку, которая, в принципе, нас туда и ведет. Интересно, что прямо посреди дороги поставлены вот такие вот столбики. Я вначале думал, что это может быть скамейки, на которых нужно сидеть. Но они металлические, и сидеть на ней будет тоже холодно попе. Но потом я догадался, что это фонарики, которые светят сюда вниз. И, соответственно, отделяют, ну, своим наличием дорогу, видимо, для пешеходов и вот эту часть дороги. Ну а ночью они горят, и, соответственно, получается такая полоса света посреди дороги. А также вот такие клумбы, которые сделаны уже из дерева. Это фанера, то есть, чего они сколочены, посажены красивые цветочки. И, соответственно, можно на эту скамеечку вот таким вот образом беспалевно абсолютно воссесть и наслаждаться утренним солнышком, запахом цветов и видом окружающего меня города Раквер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Центральная площадь города Раквера, которая тоже тут, видно, заморачивались, сделали дизайн, пытались сделать что-то необычное. Ну, в принципе, у дизайнеров это получилось. Но на что я опять и опять с огромным удивлением обращаю внимание. Есть во всем этом какая-то неухоженность. Посмотрите, валяется мусор повсюду. И это не единичный случай. Здесь валяется мусор, там валяется. Здесь тоже какие-то мешки повсюду. Я не знаю, как будто бы я попал в какую-то Свердловскую область на вокзал. Вот эти огромные фонари, которые находятся повсюду на площади. Вы посмотрите, он весь грязный, весь залит какой-то просто непонятной грязью. Здесь грязь от наклеек. С этой стороны точно так же. Естественно, совсем рядышком валяется мусор. И вот это сооружение автобусной остановки, такое навороченное, оно тоже, вы посмотрите, все. Но не побоюсь этого слова. В каком-то говне заляпано. Здесь вот дырка. Что это такое? Как это может быть? Я не могу поверить своим глазам. Почему здесь обоссаны, клумбы? Валяется, значит, какая-то дрянь. Здесь буквально в трех шагах, опять же, смотрите, ребятушки, шок-контент. Куча мусора повсюду. Я просто в шоке, я удивлен. Я не видал такого приблизительно последние сто пятьсот тысяч лет. И даже у быка, который находится здесь, на этой площади, является символом города Раквере. У него отломан хвост и привинчен шурупами обратно. Видимо, его совсем недавно ему оторвали. Вот еще, чтобы вы не думали, что я докапываюсь. Посмотрите на этот зонтик. Он тоже весь в говне и в какой-то плесени. И прямо за ним на полу апофеозом находится вот такая вот раздраконенная и разбросанная по всей площади мусорная помойка. Хотя сама задумка этой площади, она прекрасная, крутая и хорошая. Смотрите, за мной здесь есть фонтанчик, который брызжет и подсвечивается. Кстати, вот из этого самого фонаря ночью сюда светит свет и вода, этот пар такой, он сияет. Скамейки, посмотрите, как они продуманы. Специально, чтобы ты мог сесть, например, здесь просто на попе посидеть. А в этой стороне ты можешь положить свои ноги на подставочку. И чувствовать себя сопричастным к тем владельцам волшебных машин BMW, у которых тоже выдвигается подставочка под колени. Вот такой мальчик из бронзы, которого я вначале, когда увидел, даже испугался, мне показалось, что настоящий человек тут стоит. Посмотрите, как круто сделано. Это прямо, ну, дизайнерское мастерство. Посмотрите, какие спицы на велосипеде, просто шикардос. Да и сам паренек, он в полный рост, он даже немножко выше меня, у меня такое ощущение. Красавчик. Посмотрите, все, держится за руль, собирается ехать в школу. Вот таким должен выглядеть Раквери, а не быть забросанным какими-то мусорными отходами на центральной площади. Совсем недалеко от центральной площади, которая осталась вот за этим домом, находится центральный вокзал города Раквери, откуда можно сесть на автобус и, соответственно, помчаться, например, в Нарву, в Таллинн, в Пярну или в какой-либо другой город, где, ну, может быть, не валяется столько мусора на центральной площади. В городе Раквери, что касается застройки, есть, в принципе, три части. Это старый город, старинные такие дома. Есть очень большой частный сектор, где у многих людей есть свои личные домики, которые они построили и владеют ими. И большая часть города – это вот такая вот, находящаяся за моей спиной, типовая хрущевская советская застройка. Новостроя в городе очень мало. И, в принципе, как я уже говорил ранее, весь новострой – это будет какой-нибудь аутоэксперт или же, например, торговый центр, где построенная новая недвижимость, она обязательно должна зарабатывать деньги. И никто не строит здесь дома новые просто для людей. При этом, что я заметил, в отличие от Кохотлоярви, например, здесь вот эта вот хрущевская типовая застройка. Вы посмотрите, везде сделаны, покрашены и утеплены фасады. То есть, квартирные товарищества все-таки вкладывают денежки в те дома, в которых они живут. А если они денежки в них вкладывают, то, скорее всего, значит, эти самые денежки у них есть в наличии. Ну и, конечно, находясь в Раквере, нельзя не упомянуть знаменитый Ракверевский театр, который находится у меня за спиной. Сейчас посмотрим его поближе. И вся вот эта площадь, окруженная зданиями, включая вот это ультрасовременное с экранчиком за моей спиной, который является театр-кино или кино-театр, театр-кино, где, видимо, показывают кино, это все принадлежит Ракверевскому театру. И Ракверевский театр является одним из очень немногих в мире профессиональных театров, где играют профессиональные актеры на профессиональном же уровне в таком маленьком городе, каким является Раквере. Ведь в Раквере живет всего около 15 тысяч человек. И посмотрите, как много они вложили именно в искусство. Из чего я не могу перестать угорать, находясь в Раквере, это вот эти вот скульптуры. Помните мальчика на площади? Здесь вот такие вот огромные, тоже сделаны из бронзы, со всей детализацией, подобающейся, карман пиджака, пуговицы, насколько четко сделаны скульптуры. Я просто в шоке. Вот этому дизайнеру, архитектору, кто это все делает, ему просто от меня огромный зачет и уважуха. Смотрите, каждая пуговичка вас бронзовизывает в бронзе. Чел с чемоданом спешит куда-то, видимо, по своим театральным делам. И при этом эти ребята сделаны, но больше, чем в полный рост. Этот крендель, он выше меня на целую голову. Посмотрите, какой красавчик. Ну и тот второй с чемоданом тоже ничем не хуже. Ну, чтобы не отставать от мировых трендов, что называется, такой вот немножко сумасшедшей театральной жизни, ну, нельзя написать Ракфельтеатр ровно, нужно написать его здесь вот так, кверх ногами. На этом автобусе по-другому, но тоже кверх ногами. На третьем автобусе еще как-то по-своему. То есть видно, да, что человека искусство, его должно все время штырить, и все у него в голове должно быть наоборот. И даже здесь сбоку слово театр написано вообще абсолютно в непонятном и нелогичном даже для эстонского непонятного и нелогичного языка порядке. И побывать в городе Ракфельте и не пообщаться вот с этим вот прекрасным, огромным, рогатым бычком, который, кстати, является символом города Ракфельте, было бы смертным грехом. Давайте вознесемся сюда наверх с этим бычком маленько, пообщаемся. Скажу честно, бычок просто монструозных размеров. Он, наверное, как 10 меня. Огромный бык. У него огромная морда, огромные, нечеловеческого размера, копыта, мохнатые, крепкие ноги. Есть бычий болт. И что очень важно, есть огромные и красивые бычьи яйки. И если приглядеться, то можно увидеть, что бык смотрит печальным взглядом на жителей и управление города Ракфеля по той простой причине, что на центральной площади валяется мусор и стоят немытые, немножко задроченные фонари. И я думаю, что бычок надеется, что в ближайшее время вот эти проблемы, которые я, прежний человек, сразу же увидел, они бросились мне в глаза, будут решены. А что ты, дружище, думаешь по поводу города Ракфеля? Расскажи об этом в комментиках. Мне будет очень интересно об этом почитать. Все, ребятушки, скоро увидимся в новых видосах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok